29 декабря, вторник. Новости на Думской ТВ. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Елена Еремеева. Здравствуйте. Пожар на Среднефонтанской. Во вторник утром вспыхнуло помещение автомойки, больше известное как бывший ночной клуб огни. Пламя быстро распространилось на территорию около 150 квадратных метров. Спасатели боролись с возгоранием на протяжении полутора часов. Подробности у Александра Тарасенко. Для того, чтобы ликвидировать возгорание, на место было вызвано 10 расчетов спасателей. Кроме того, сюда был пригнан пожарный автопоезд. Всего в спецоперации участвовало 56 человек личного состава. Первыми прибыли полицейские. Правоохранители помогли выбраться из задымленного помещения троим сотрудникам автомойки. Им оказали медицинскую помощь. В помещении было несколько человек. Была оказана медицинская помощь. Вызвана карета скоропомощи. Пробивала на место. Пожарный расчет прибыл на место уже к этому моменту. В дальнейшем вы видели сами. Вскоре к борьбе с огнем подключились спасатели ГСЧС. На место одна за другой прибывали машины спецтехники. Тушение пожара затруднялось тем, что горела большая площадь межэтажных перекрытий, состоявших из минерального волокна. Спасатели разбились на две группы. Одни гасили крышу, другие боролись с пламенем внутри третьего этажа. На час прибытия первого подраздела весь дах находился уже в середине пожежи. Где-то приблизно до площади 150 метров квадратных. Під час вскриття даха было выявлено, что окременные середины пожежи находятся и в примещениях третьего поверха. Тому было створено два бойовых участки. Этот участок на улице Среднефонтанской спасатели называют безводным. Набирать цистерны приходилось в 700 метрах от места пожара. К тому же была опасность возгорания склада с автопокрышками, который находился на втором этаже здания. К счастью, этого не произошло. Владелец помещения говорит, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Ну, админ помещение у нас там было, загорелось, просто было пустое. Эта проводка просто перегорела, вот поэтому нас здесь замкало. Перепад напряжения, к сожалению. Вот это причина. Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось примерно за полтора часа. Сумму ущерба владелец автомойки оценил в 10 тысяч гривен. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ. Во время новогодних и рождественских праздников одесситов будут охранять около двух тысяч полицейских. В одесском гарнизоне полиции введен усиленный вариант несения службы. К охране общественного порядка привлекли дополнительные силы полиции и нацгвардии. Также для обеспечения безопасности созданы специальные группы быстрого реагирования. Полиция города Одессы выставила дополнительные посты наблюдения сотрудников полиции и военнослужащих национальной гвардии Украины возле каждого крупного супермаркета, гипермаркета, которые отслеживают ситуацию, анализируют, ведут наблюдения и таким образом осуществляют профилактику по недопущению краж. В проекте бюджета на 2016 год заложен курс доллара на уровне 24 гривен 10 копеек. Прогноз реалистичный, но возможны риски. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщила глава Национального банка Валерия Гонтарева. Предложенный Министерством финансов курс также подтверждает и Международный валютный фонд. В 2015 году гривна установила рекорд по уровню девальвации. К концу следующего года инфляция по прогнозам главы НБУ составит 44%. Среди рисков для курса национальной валюты Валерия Гонтарева назвала снижение цен на украинское сырье, инфляцию в других государствах. Также повлиять на стоимость гривны может повышение ставок Федеральной резервной системы США, что создает давление на валюты развивающихся стран и вызывает сложности с кредитами. Под этими рисками мы понимаем внешние и внутренние факторы, которые находятся поза зоной контроля монетарной политики. Говорит в первую очередь о погрешении внешней конъюнктуры международных рынков. Памятник «Якорь сердца» на улице Лонжероновской демонтировали, после того, как несколько дней назад в него въехал иностранец на внедорожнике. Авторы монумента пришли к выводу, что он не подлежит восстановлению и решили изготовить якорь заново. Когда символ Одессы вернут на место, знает Александр Тарасенко. Автор проекта памятника Леонид Лептуга лично принимает участие в разборке своего детища. Когда три года назад он устанавливал монумент на этом месте, даже не подозревал, что скоро его придется изготавливать заново. Абсолютно идентичная работа будет, потому что все чертежи, углы, наклоны, все параметры сохранены у нас. Просто надо изготовить новую модель, изготовить модель формы и приступить уже к технологическому процессу отливки. Отливать бронзовый монумент будут в Киеве. Скульптор Олег Черноиванов восстановит его по уже имеющимся эскизам. Основание памятника готовил одессит Александр Баранов. Он говорит, также не ожидал, что якорь сердца придется переделывать заново. Причем так быстро. Когда работу любишь, а тем более, когда любишь город, в котором делаешь эту работу, то стараешься эту работу сделать так, чтобы уже потом никогда не возвращаться. Когда случается вот такая вот беда, что очень, конечно, и больно, и неприятно. Тем более ломать то, как говорят, что ломать не строить, но все равно ломать то, что сделал своими руками, это вообще тоскливо. Воссоздание памятника обойдется как минимум в 15 тысяч долларов. Кто будет финансировать эту работу, пока неизвестно. Авторы надеются, что все расходы возложат на виновника ДТП. Но есть и другие варианты. Второй вариант он будет компенсировать, но только по решению суда. Третий у нас вариант – это меценаты помогут, как и было с предыдущей работой. А четвертый – мы вынуждены будем обратиться к жителям города. И мы все понемногу, по чуть-чуть, каждый даст, и, кажется, эту сумму мы соберем за очень короткий срок. Теперь на месте памятника сердца Одессы в ближайшие несколько месяцев будет заять дыра. Полностью восстановить памятник и вернуть его на место обещают к 1 апреля. Но авторы проекта настаивают, чтобы вместо вот этих вот глиняных горшков здесь появились надежные металлические столбики, которые будут ограждать дорогу от подъезда к памятнику, чтобы подобные инциденты больше не повторились. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ. В рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления на Одесском припортовом заводе установлено, что руководство предприятия обязали занять 5 миллиардов гривен. Об этом на своей странице в фейсбуке написал прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе. Правоохранители установили, распоряжение о займе было выдано к обминам 3 декабря 2014 года. За полученные средства ОПЗ обязали приобрести по 100% предоплате природный газ у НАК «Нафтогаз Украины». Предприятие оплатило проценты по кредиту 700 миллионов гривен. В мае текущего года Фонд госимущества Украины ввел в состав руководство людей, не имевших ранее отношения к предприятию. Именно они заключили договоры о продаже продукции по ценам, несоответствующим рыночным. В результате завод недополучил прибыль. Досудебное расследование продолжается. Дорогой спорт. Финансовые потери Управления физкультуры и спорта Одесского горсовета составили почти полтора миллиона гривен. Такую информацию опубликовала Государственная финансовая инспекция в Одесской области. В сообщении отмечается, что профильное подразделение муниципалитета по завышенным ценам оплачивало услуги двух подрядчиков, которые занимались ремонтом помещений спортивных школ. Также управлением выплачивалась денежная помощь несуществующим персонам. По результатам проверки на трех должностных лиц составлены протоколы за административное правонарушение. На управление наложена финансовая санкция в виде остановки операции с бюджетными средствами. Все материалы переданы в полицию. Напомним, в октябре 2015 года была обнародована информация о том, что бывший начальник управления Елена Соколовская фигурирует в деле о растрате имущества путем словопотребления служебным положением. Новый год по-одесски. Чтобы ямы на дорогах не раздражали, а радовали, наши журналисты решили их украсить. Подробности смотрите далее. Думская ТВ совместно с Думской НЕТ решили подарить одесситам новогоднее настроение, украсив дорожные ямы. Обычно на Новый год наряжают елку. Мы решили поступить оригинально. Пусть одесситов радуют праздничные ямы. Должен быть у людей праздник, поэтому мы с коллегами решили в меру возможностей попытаться исправить ситуацию, поднять людям настроение. Пусть будет яма, но яма должна быть хорошая, праздничная и новогодняя. Поэтому добро пожаловать к украшению нашего города. Сергей, давайте я вам помогу украсить яму. Сигнальные ленты, которыми ограждены ямы, вряд ли уберегут от падения. Дорогие одесситы, в новогоднюю ночь стоит быть гораздо осторожней. Ловушки по городу расставлены. Дороги разрыли несколько месяцев назад. Восстанавливать их не спешат. Теперь благодаря нам ямы будут не раздражать, а радовать. Ямы украшают город, а мы украшаем ямы. Ксения Терзи, Виталий Прус, Сергей Дебров, Жанна Жукова, Думская ТВ. Черноморская резиденция Деда Мороза. Одесские дайверы в костюмах новогодних героев установили на дне залива елку с гирляндами. Об этом сообщает интернет-издание «Думская.нет». Это уже третья попытка аквалангистов отпраздновать наступление Нового года на дне моря. Елку ныряльщики установили возле кормы затонувшего в 1942 году румынского судна. Из погружения и размещения новогоднего дерева команда устроила настоящее театрализованное представление. Специальные подводные гирлянды водолазы сделали своими руками. К встрече 2017 года одесские дайверы обещают устроить еще более яркое и экстремальное шоу. За активную гражданскую позицию почетные грамоты и медали торжественно вручили на итоговом заседании Совета ветеранов Суворовского района. Ветеранский актив традиционно поддержал народный депутат Украины Дмитрий Голубов. Тему продолжит Юлия Прабачай. Весь год активисты ветеранского движения неустанно работали при содействии народного депутата Украины Дмитрия Голубова. И вот время собирать камни. Ветеранов Суворовского района наградили почетными грамотами за патриотическое воспитание молодежи и активную гражданскую позицию. Особенно тепла сердцу медаль, учрежденная президентом страны. 70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков. Она вручается участникам Великой Отечественной войны, ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны. Но и тем людям, такое принято решение, которые активно участвуют в помощи ветеранам, ветеранскому активу. Такую награду из рук Валентина Абрамова получил и народный депутат Украины Дмитрий Голубов. Я в это верю. И будьте таким сильным, смелым. Мы вас поддержим. Такие встречи у нас проходят практически каждые несколько месяцев. Помогли им и с подарками, и с решением вопросов, которые у них возникли. И я считаю, что дело каждого депутата городского совета, областного совета – заниматься своим районом, знать каждого ветерана в лицо. Их осталось очень мало. 52 тысячи. Интерес у стольких людей преклонного возраста представляет Совет ветеранов Суворовского района. Поддержка Дмитрия Голубова – надежная опора для благородного дела ветеранской организации. В новом году основная задача – не понести горьких утрат и собираться в том же составе. На будущий год. На будущий год планы у нас, чтобы все были живы ветераны. Очень много уходит из жизни. Особенно инвалиды войны. Ну и дети войны тоже. Всем за семь. 75. Так важно успеть. Помощь ветеранам должна быть своевременной, уверена команда Дмитрия Голубова. Ведь тот, кто дарит добро, сам становится счастливее. Юлия Пробача, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ. Это были все новости на сегодня и последний выпуск новостей в уходящем 2015 году. Вся команда телекомпании Думская ТВ поздравляет вас с наступающими праздниками и желает в новом 2016 году мира, добра и благополучия. Я прощаюсь с вами в этой студии. Мы увидимся уже в следующем году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok